Привет, друзья! Сегодня я хочу обсудить с вами творчество коллектива Infernus Novus из города Ачинск, Красноярского края. Поехали! История Infernus Novus начинается в 2006 году, когда молодой, но уже достаточно амбициозный Николай Саулевич поступает в университет. Первые попытки по созданию собственного коллектива предпринимают уже год спустя, но ничем кроме нескольких недель репетиций это не заканчивается, и начинаются смутные годы становления молодого, но еще безымянного проекта. Первоначально, названный Астарта, скоро он сменяет название на Infernus Novus, а затем в конце мая 2012 проект обретает имя Infernus Novus по причине конфликта с бывшими музыкантами. Первые демки для будущего альбома Саулевич записывает уже в апреле 2012, но полноценно приступить к работе над дебютником получается только в декабре. Первенец «Песчаный ад» в итоге выходит в марте 2013 года. Пластинка получилась сырым атмосферным произведением с мязмами казематов, плесневелых подвалов и других подземных радостей жизни. Вокал, несмотря на свой брутальный окрас, достаточно читаем. Ритм-секция несколько вторична и отдает пластмассовым душком, в то время как партии гитар достаточно амбициозны и по сути определяют все настроение и атмосферу пластинки в совокупности с вокалом. В целом, пластинка «Песчаный ад» получилась несколько монотонной, но порой Саулевич и компания демонстрируют действительно интересные музыкальные находки. Следующим релизом Infernus Novas после небольшой рокировки в составе в июле 2013 стал шуточный EP «Долбив кулак». Несмотря на поднимаемые в лирике темы, музыкально это достаточно серьёзное произведение. Гитары по-прежнему назойливы, сыры, мелодичны и беспощадны, а ритм-секция всё также отдаёт несколько пластмассовым саундам. Настроение на EP «Долбив кулак» в отличие от первенца более задорное и энергичное. Это уже немедленное трение в кандалах, в подземельях тёмного властелина, а нечестивый дебош под покровом тьмы на погосте. Хотя, конечно, надо признать, что местами лирика вызывает Рютый Кринш, но что поделать. Затем, в апреле 2014 года Николай распускает группу и берёт вынужденный хиатус в связи с временным переездом в Санкт-Петербург. В северной столице музыканту не удается найти единомышленников. И только после возвращения в родной Ачинск Саулевич набирает новый состав Infernus Novos. И летом 2018 года группа приступает к записи второго альбома «Танец крови». В августе 2020-го долгожданная работа группы наконец-то выходит. Все партии инструментов были записаны Николаем Саулевичем лично, за исключением забитой элитом секции, баса и ударных, соответственно. Помимо него в записи принял участие лидер и гитарист Ачинской группы Мурена Владимир Горбачевский. Пластинка «Танец крови» представляет собой концептуальное произведение, рассказывающее историю монаха, который, отчаявшись донести до людей истину о боге, решает обратиться за помощью князю тьмы. И о том, к чему это в итоге привело. По сути, вечная притча о том, что как бы ни были плохие люди, союз с дьяволом обернётся во сто крат хуже. А если отринуть в сторону кроссовер чёрного фэнтези и хоррора, то пластинка представляет собой Филиппику в адрес религии, человеческого невежества, отсутствие критического мышления и стадности как таковой. Открывает альбом «Танец крови» атмосферное интро в духе позднейшего творчества Кинга Даймонда. Следующий лживый гонец обрушивается на слушателя классическим шквалом ненависти и металла. Лирический натиск не менее дружелюбен, как и агрессивный вокал. Этакая брутальная лепнина, не знающая пощады ни по отношению к себе, ни к своей аудитории. Соло несколько психодерично и интровертно по своей сути, особенно на контрасте с последующим после него рифингом. Прозрение. Начинается с ехидного рифинга в духе ранее не то Гаджиры, а то и вовсе Пантеры. На смену ему приходит сырая, мускулистая рифовая проходочка, движимая безжалостной игрой забитых ударных. За этим массивом ритм-партий для соло не нашлось места. Ритуал. Вступление звучит симпатично, но вот более спокойный куплет несколько разочаровывает, как и менее экстремальная подача. Такой контраст после мелодичного водоворота на аскезу куплета немного смущает. Совсем чистый вокал в припеве вызвал ассоциации по настроению со шведским коллективом Ghost, хотя те никогда не играли в таком ключе, разумеется. Понятно, что такие вокальные решения продиктованы концепцией релиза, но всё равно как-то сбивает с толку. Дьявольская ночь. Прецедент на звание самого брутального произведения пластинки и одного из лучших. Музыкальное полотно представляет собой боевик, который радует разнотемповым рифингом. Вокал на удивление вызвал ассоциации с Боровым из коррозии металла, а в соло проскользнула реминисценция из творчества Чака Шульдинера. Тёмный мессия. Бойкий мелодик Дэдс с насмешливой мелодикой и восточным колоритом. Второй фаворит пластинки. Есть в этом нечестивом полотне что-то и от позднего Мерси Фулл Фейт 90-х. Но когда в дело вступает шлифовальная рифмашина, то всякие параллели, конечно, отпадают. ПЕСНЯ 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 На перепути. А вот перед нами представитель уже несколько позабытого жанра, монолитного кроссовера, олдскульного трэш металла и дэт металла первой волны. По большей части среднетемповое, брутальное полотно с несколькими качающими олдскульными рифами и скупой мелодикой относительно других произведений на альбоме. Ближе же к кульминации произведения, когда в дело вступает соло-гитара, оно даже позволяет себе ненадолго обернуться практически блэк-металом. Изгнание. Интенсивное среднетемповое полотно, позволяющее себе при этом то немного ускориться, а то и замедриться, следуя в точь-в-точь за приближением концептуальной истории к неизбежному финалу. Порой ритмы звучат несколько гротескно, но это только добавляет остроты повествованию. Приговор. Начинается с драматического вступления, с первых же нот обещающего, что хэппи-энда не будет. Бодрые рифы, быстрые барабаны, злобный бас, убийственные гитары и незнающий жалости темп под кипящим соусом нечистивой брутальности. Ради концептуальности Сауревич в очередной раз отказывается от соло, и судьба несчастного монаха обретает свой конец под катком стремительного гнилостного дэт-метала. Альбом «Танец крови» проекта Infernus Novus получился симпатичным произведением, особенно если учесть, что это по сути one-man band, занимающийся творчеством практически на голом энтузиазме. Продакшн пластинки получился в духе, пожалуй, середины 90-х, когда точно так же сочетали реальные инструменты с компьютерной добивкой, что придавало музыке определенный шарм. Не лоуфа и звучание, но тоже достаточно самобытное. Сонграйтинг приятный. Материал, по всей видимости, за прошедшие 6 лет с начала работы был не единожды обточен. Конечно, ему не хватает оригинальности, где-то несколько хромает исполнение, но общей картины этой концептуальной работы не портит. Для андеграундной аудитории вполне себе пристойная и нелишенная интересности вещь. А вот за мейнстрим слушателя Саулевичу в будущем еще придется побороться, если, конечно, музыкант ставит перед собой такую цель. По сравнению с прошлыми работами Infernus Novus, сведение пластинки «Танец крови» получилось лучше, чем у предшественников, и забитые барабаны уже не так сильно режут слух. Вообще складывается впечатление, что при написании материала Саулевич был под влиянием культовых Celtic Frost. Очень часто его композиции строятся на таких же контрастах между среднетемповыми, полными обреченностями частями и относительно скоростными, что производит определенное тягостное впечатление. При прослушивании «Танца крови», на мой взгляд, стоит держать в голове, что это концептуальное произведение, и иметь тексты песен перед глазами, чтобы понимать, почему Infernus Novus использует то или иное музыкальное решение и что вообще происходит. Что, если честно, несколько утомительно. Не думаю, что простой слушатель станет утруждать себя таким серьезным подходом к прослушиванию. Но на самом деле это бич любых концептуальных произведений. Редко где любой трек, за исключением самого хитового, звучит хорошо вне общего контекста. Пластинка «Танец смерти» проекта Infernus Novus – это чистый нигеризм дэдметала, повествующий о лживости нашего бытия, неприятия правды и о той цене, которую может заплатить человек, объединившись со злом в попытке открыть остальным людям правду. Друзья мои, берегите себя и своих близких. Не стесняйтесь переходить по ссылочкам в описании, чтобы лучше познакомиться с творчеством героев ролика. До новых встреч! Удачи!